С 2010 года ежегодно 15 февраля в России вспоминают тех соотечественников, которые исполняли свой служебный долг за пределами родной страны. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, почти 30 лет назад, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, где на протяжении долгого времени шла война, унесшая тысячи жизней. Мы думали, что после окончания Великой Отечественной войны мы живем уже старшее поколение, еще будучи ребятишками, в спокойной, хорошей, развивающейся жизни. Но на нашу долю тоже выпала Афганистан в 79-89 год, две чеченских войны и плюс еще локальные конфликты, которых мы просто не были посвящены за пределами Советского Союза. Это наши люди, наши герои выполняли свой интернациональный долг за пределами нашей Родины. Сегодня администрации Ленинского городского округа принимаются существенные меры поддержки ветеранов боевых действий, жен и семей погибших при исполнении долга солдат. Мы очень много встречаемся с семьями, помогаем, подарки новогодние, лекарства помогаем. Очень хорошая программа по реабилитации. Это не только у нас ребята, которые принимали участие в горячих точках, но также и семь погибших. В частности, Раиса Сергеевна Соломатина уже два раза у нас ездила. Потом у нас ребята ездили еще и участники, и мамки ездили, погибших ребят. То есть именно по программе реабилитации боевого братства, которая входит в федеральную программу по реабилитации военнослужащих. Такие мероприятия, когда люди собираются вместе, отдают дань памяти воинам-интернационалистам, это пример патриотизма, особенно для подрастающего поколения. Молодежь растет, она видит то, что мы всегда помним о тех геройских поступках, которые совершали наши воины. И всегда с честью, с благодарностью относимся к их поступкам. Поэтому патриотическое воспитание молодежи у нас очень важное направление, его надо развивать. И вот эти мероприятия надо постоянно проводить. В Ленинском городском округе несколько патриотических клубов, которые пользуются большой популярностью среди молодежи. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ульга Садовская, ВиднетВ.